Созидая, мы становимся сильнее. Становимся сильнее, гарантируем независимость и мир на родной земле. Вот и вся философия жизни. Вот и весь смысл года и мира созидания. Мы многое сделали, планов у нас еще больше. И я желаю всем вам новых профессиональных достижений, счастья, крепкого здоровья. Берегите родную землю, мир, традиции. Берегите себя и своих детей. И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Иногда даже хорошо. Потому что у вас есть мы. Потому что у вас есть мы. Наше поколение способное вас защитить. И никакое оружие нам не страшно. Ни ядерное. И никакие хорубьи и полки нам не страшно. И не только потому, что у нас нет ЧВК Вагнера. Не тема сегодняшнего дня. Когда-нибудь мы на эту тему поговорим. Скажу только одно. Когда-то я вам на большом форуме говорил. Если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, делайте наоборот. Приведу вам один пример. Ныне беглая, а вчера рвущиеся к власти, помните, кричали. Придем к власти, белорусскую АЭС уничтожим. Она нам не нужна. Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда. И прежде всего от наших соседей. Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции. Вместо той, которую уничтожили. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили? Не надо строить, надо уничтожить. А конкуренты никому не нужны. Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, супер-современными технологиями государство загнивающее, умирающее. Ядерная энергетика – это супер-современная технология. Когда природный газ подскочил до 2000 долларов за кубометр газа, когда дурница для них закончилась, российская, дешевый газ и нефть, они начали говорить, что ядерная энергетика – это зеленая энергетика. Она самая безопасная, и ее надо развивать. Немцы тихонечко то, что планировали закрыть, отсрочили закрытие. Французы, они умеют строить атомные станции всего 5-6 стран в мире. Они начали строить новые станции по всему миру, кстати. Так же, как американцы, японцы, корейцы и другие. Это я просто возвращаю вас в недалекое прошлое свидетелями, которых вы были. Ну и если бы мы отступили от этого, мы бы сегодня закупали на 5-6 миллиардов больше кубов газа природного. Пусть он сегодня дешевый, но когда-то он был дорогой и подорожай. А это самая дешевая и самая безопасная энергетика. Но главное, она нам нужна. Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Если вы будете выступать против этого, не надо никого критиковать. Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас и никогда на нашу землю не ступит нога врага.